Уважаемые наши гости, рады, рады видеть всех и постоянных наших читателей, посетителей, новые лица. Очень-очень рады. У нас сегодня замечательное предприятие, очень важная дата для славянской культуры и письменности. И прежде чем мы сейчас погрузимся вот в эту тему, которая просто неиссякаема из почвы для творчества, я хотела бы вас сразу пригласить завтра. Напоминаю, я вас уже приглашала, кто забыл, завтра у нас 25.05.17.00 казачья кульница. Мы будем говорить о казачьей культуре. У нас придут представители Долготурского отделения Союза казаков России. Мы будем разглядывать их костюмы, петь казачьи песни. Обещали казаки даже кубанские баранки, прямо самой Кубани. Так что приглашаем завтра в 17.00. Всех будем рады видеть. Приходите. Ну а сегодня проходите сюда. Давайте я вам присаживаюсь. Присаживайтесь. 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 Вот, девочка. Итак, 24 мая весь славянский мир отмечает День славянской письменности и культуры. И в этом году у нас очень красивая дата. 1155-летие со временем возникновения славянской письменности. Ровно 1155 лет назад святые Кирилл и Мефодий составили первую азбу старшей основы славянских языков. Также 24 мая День святых Кирилл и Мефодия, живших в IX веке и создавших первый славянский алфавит. Азбу со старой святыми стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, сербском и украинском языках. Традиция почитания памяти Кирилл и Мефодия восходит в Волгарии X века. В России до 1863 года этот праздник отмечала преимущественно православная церковь. Но в 1863 году, в год тысячелетия создания славянской азбуки, праздник впервые отмечали на государственном уровне. В советское время была попытка восстановить праздник. В 1911 году ему присвоен государственный статус. А с 2010 года центром праздничных торжеств в этот день стала Москва и Красная площадь. Также в этот день во всех регионах России проходят праздничные мероприятия. А главное торжество, которое уже традиционно открывает приветственным словом патриарх Москва и всея Руси Кирилл, конечно же, в центре Москва на Красной площади. Главная идея праздника – духовное единство и сплощение славянских народов и почитание великого культурного наследия. Прежде чем мы с вами будем говорить об истории, об особенностях этого праздника, мне хотелось бы вас немножко погрузить в атмосферу русского фольклора, русской песни и представить вам наших гостей. Приглашаю на нашу импровизированную сцену по однородной песне «Сударушка». Красавица, костюмы красивые, очень рады видеть вас. И, конечно же, руководитель Артем Михайлович Седов. Добрый вечер, дорогие наши зрители! С праздником вас! Здоровья вам! Счастья! Благополучия! Поступаем перед вами хор «Сударушка» – художественный руководитель Артем Михайлович Седов. Первая песня «Я вставала радужниками». Поздравляю вас! Поздравляю вас! Поздравляю вас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 И потом, главное, перейдем к литературе 19 века. И сегодня мы в конце нашего мероприятия устроим такое некое прощание с коллекцией, которая прибыла к нам из Московской галереи Бузунова. Сегодня состоится последняя исключительная краткая экскурсия. И мы с вами еще раз взглянем на эти образы, потому что выходные выставка уезжает на свое местное жительство в галерее Бузунова, которое находится напротив храма Христа Спасителя. Итак, погружаемся с вами в истоки создания славянской биснести и возникновения азбуки. Внимание на экране. Повесть временных лет. Просвещение славян Кирилл и Мефодий. В начале 12 века преподобный местор-летописенцы составил повесть временных лет. С 866 года Русь уже упоминается в греческом летописании при рассказе о чудесном спасении Константинополя от нападения славян. Царь всю ночь молился с патриархом Фотилем в церкви Святой Богородицы и Павла Херни. С 866 года Русь уже упоминается в греческом летописании с патриархом Фотилем в церкви Святой Богородицы. И с материном Фотилем в церкви Святой Богородицы. И с материном Фотилем в церкви Святой Богородицы. И встали огромные волны. Разметах корабли безбожных русских. И прибил их в берегу и переломало так, что не многим из них удалось вернуться домой. Заступничество Богородицы поберегло тогда церкви. Впоследствии православная Русь стала духовной приемницей Византии. Еще до крещения Руси князем Владимиром Среди русов и вояков уже были христиане. Но они не имели своей грамотой книг. Когда славяне жили уже крещенными, Князья их послали в царь Михаилу, говоря, Земля наша крещена. Но нет у нас учителя, который бы нас наставил и объяснил святые книги. И не знаем мы ни греческого языка, ни латинского. Одни учат нас так, а другие иначе. От этого не знали мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам истолковать слова книжные и смысл их. После шепотации Михаил созвал всех философов и передал им все сказанное славянскими гнезьями. И сказали философы, В Силуне есть муж именем Лев. Имеет он сыновей, знающих славянский язык. И то отсыл у него искусный философ. Но, услышав об этом, царь послал за ними к Ольгу в Саун. И спросьба им отправить к нему беспроведление своих сыновей, Мефотия и Константина. Славянская земля прислала посол, прося себе учителя для перевода священных книг. Узнав о том, что славянская земля просит себе учителей для перевода священных книг, Лев посылает из столу Мефотия и Константина в монашестве Кирилла. И уговорил отца и послал славянскую землю. Когда же братья пришли, начали они составлять славянскую азбуку и перевели апостол и Евангелие. И рады были славяне, что услышали они о величии Божьем на своем языке. Затем перевели им псалты и Актоих и другие книги. Константин же вернулся назад и отправился учить балканский навык. А Мефотий остался в Моравине, посадил двух хороших скорописцев и перевел все книги полностью из греческого языка на славянский за шесть месяцев. Закончив же, воздал достойную хвалу и славу Богу. В конце девятого века для славян, маравов, чехов, русских и болгарств святыми равнопостными братьями Кириллом и Мефотием была составлена славянская грамота, написанные тексты и песнопения для богослужения и православной церкви. Учитывая, что сегодня большой праздник, и во всех православных храмах чествуют и вспоминают святых Кирилла и Мефодия, которые, конечно, сопричастны к сегодняшнему дню, безусловно, я с большим трепетом предоставляю слово нашему гостю, другу, ну, фактически уже члену нашего коллектива, потому что с этим человеком у нас большое количество совместных мероприятий. Отец Вячеслав Осипов, священник, клерик храма Преображения Господня, немножечко нас тоже просветит на эту тему. Вам слово, отец Вячеслав. И вот у нас с вами день славянской писемности культуры, день, который вот уже мы в последнее время каждый год празднуем. И сегодня не просто день, а день, связанный с нашим словом, с нашим языком. Во-первых, конечно, наши колоссы, фундамент, на котором мы строим нашу культуру, наше искусство, это, конечно, наше слово, наш язык, братья Кирилла и Мефодий, который построили. Вы сегодня сейчас видели этот фильм про Кирилла и Мефодия. С середины, где-то далее. Поэтому подвиг их состоит в первую очередь в том, что они заложили вот эту духовную основу нашего слова. Они не просто написали буквы, но они приложили огромное детоническое усилие к тому, чтобы это было не просто калькой с иностранного языка, но именно коренными славянскими словами. И помимо вот этой азбуки, они сделали еще глобальный перевод, и многие те слова, к которым мы привыкли, как своим родным, коренным, на самом деле являются изобретением, переводом с греческого языка на славянский, именно братьев Кирилла и Мефодия. Потом, конечно, надо отметить русский язык, тот, который мы знаем его сейчас, он разбивался, конечно, на славянских корнях. И мы видим то, что были разные периоды истории нашего языка. Это до XIV века, когда язык писался уставным письмом, которое имело определенное применение, то есть буквы писали строго вертикально, и вертикальные линии были толще горизонтальных, и не было таковой прописи, как мы знаем сейчас. В XIV веке письмо уже стало попроще, начала появляться художественная литература, которая стала распространяться. Поэтому, конечно, многие говорят, что вот какой вот самый человек, который, по вашему мнению, в нашей русской культуре заложил самый большой, я сейчас не про Даня говорю, это, конечно, Пушкин. Но надо отметить, что именно Пушкин явился человеком, который первый начал говорить именно чистым, литературным, современным языком, такой, какой мы понимаем под литературным языком его сейчас. Мы сейчас к этому вернемся. Были в нашей истории величайшие словисты, то есть ученые, которые изучали слово, изучали русский язык самоотверженно и давали ему все свои силы, все свои возможности. И, конечно, можно даже сказать, самым главным таким словистом был Владимир Иванович, создатель толкового словаря. Следующий кадр. Не про Пушкина, я не просто так говорил, они были близкими друзьями. Немножко сейчас поговорим про его историю. Вообще, кто он за человек, откуда он взялся. Владимир Иванович Даль, писатель. Родился он в 1801 году, умер в 1872 году. Он был писателем, врачом, лексикографом. И ученым. Родился он в посылке Луганский завод, ныне город Луганск. 10 ноября 1801 года. Очень в образованной семье. Он был врачом, лингвистом. А мать фианистки знала несколько языков. Неудивительно, что Владимир получил прекрасное домашнее образование в такой семье. В детстве своей биографии он очень привязался душой к родному краю. Позже даже взял себе псевдоним «Казак Луганский». Следующий. Образование биографии Дали было получено в Петербургском морском кадетском корпусе. Он окончил его в 1819 году. Отправился служить на флот в следующий кадр. Но после нескольких лет решил избрать другой пункт. Надо отметить, что откуда его взялась вот эта вот тяга к словам. Именно к русской культуре. Однажды, когда он еще учился в кадетском корпусе, он ехал зимой с ямщиком, а ямщик был из Новгородской губернии. Был мороз, и ямщик, потирая замерзшие, озявшие руки, одевая рукавицы, сказалось такое специфическое слово. Позявило его очень далее удивило вот это слово. Он спросил о значении их, записав в блокноте, который был у него. С тех пор с этим блокнотом не расставался. Он с того времени стал записывать среди христиан, простых людей, те слова, которые он мог записать. И всячески интересовался специально быть поближе к народу. А еще в кадетском корпусе, кстати говоря, произошел один случай. Его посадили в тюрьму на полгода. По обвинению в том, что он на командующего Черноморского флота написал Пасквик. Пасквик был связан с его женой, которая связалась с неким человеком. В общем, залилась и любовникой, и эту всю ситуацию некий анонимный автор в стихах очень литературно описывал. И все начали подозревать, что вот это да или было. На самом деле так и непонятно, он это был или нет. Но во всяком случае, полгода в тюрьме он просидел. Ему грозило разжалование в солдаты. В общем, тяжелейшая, страшная участь для такого, в общем-то, образованного человека. Но нашлись добрые люди, его спасли от этого. И его послали на войну, на войну с Турцией. Вот как раз вот на этой войне с Турцией он и развернул свое творчество. Он старался быть поближе к простым солдатам, к простым людям. И поэтому вот эта вот русско-турецкая война дала ему основу для развития вот этого творчества. Когда Даль был на Турецкой войне, то командование, видя, что это действительно настоящий ученый, пошло ему навстречу, выделило ему для перевозки его мешков с записями, которые все увеличивались и увеличивались, специального верблюда. И на этом верблюде он передвигался сам и в пустыне, и возил свои мешки с записями. И однажды произошел случай, когда налетевший отряд турок во время боя разбил отряд, где находился Даль Владимир Иванович, и у верблюда убежал вместе с турками, вместе со всеми записями, которые были нагружены. В общем, все, что он сделал в своей жизни, убез этот верблюда к туркам. Это была, конечно, страшная трагедия для Даля, делала все его жизни, и видя то непомерное горе, которое выказал их начальник, казаки, которые были под его началом, эскадром даже весь поднялся и специально совершил налет на турок с целью отбить этого верблюда, вернуть ему эти записи. Верблюд пришел сам потом. После этого боя, нагруженные всеми записями, они остались целыми и невредимыми. Вот как раз эти записи легли в основу первого тома, словаря не только первого, во все четыре тома. Вообще, вот как раз первое слово, которое он записал в своей жизни, было слово «замолаживание», означающее то, что, когда он спросил, что это значит, то есть «небо заволакивающимися тучами». Позднее Даль специально расстрачивал людей, о чем они писали, и вот эти записи были вообще многочисленными. В блокноте у появились удивительные цепочки слов. Например, знаете ли вы, что «волка» — это шум или крик, не те же ссоры. Звон, шум, стук земных, как их грохот, спутник на второе эхо. «Балда» — это вовсе не «балбес», но и на «балда» — не только «балбес», но и на «балдашник», палец и «кувалда» — «табовка». «Балдовщина» — это вовсе не то, что вы подумали, а «тельнистое красовое озеро». Эти слова многие сейчас уже неизвестны. Еще чем отличаются слова «даря»? Тем, что у него не только лексическое значение слов в этом словаре содержится, но и большой, обширнейший этнографический материал. Хотя бы возьмите в этом словаре, например, слово «изба». Это не просто короткое, три строчки, что это такое. Это интереснейшая статья, которую можно почитать. И так практически про все такие распространенные слова, этнографически он тоже старался их развернуть. Стал он врачом. Специально занимался врачебной практикой, чтобы быть поближе к людям. Сходил он специально по Нижегородскому ярмарку. В Нижегородскому ярмарку общался с простыми людьми. Потом, позже, он служил в Министерстве внутренних дел в Петербурге. Рассылал по всем городам циркуляры, в которых содержались все те же вопросы, что и как называется. Бывало даже, что все министерские писцы занимались исключительно перепиской присланных слов местных бобров, сказок, пословиц и поверий. Что же такая болезнь, как ее местные его современники воспринимали? Ну, как чудака, конечно. Почему он со страстью охотника преследовал каждое неизвестное ему слово? Ну, потому что это был действительно человек, который понимал, что тот труд, который он несет, нужен не ему, в первую очередь, а России. И когда уже на склоне лет он подготавливал к публикации все свои материалы, он понял, что никто, кроме него, это лучше всего сделать не может. И Господь дал ему эти силы, он исполнен. Вообще, жизнь его была неспокойной. Первым, кто, по словам Достоевского, заговорил на сознательном русском языке, был Пушкин. Мы знаем, что вдаль дежурил у постели Пушкина своего друга, умирающего поэта, в его последние мгновения, что ему был завещан перстень-талисман, прострелянный в сюрту к его другу Пушкину. Есть свидетельства, что именно Пушкин сподвиг Далина составление словаря, но решился на это дело весьма нескоро. Весьма его жизнь была неспокойной, насыщенными трудностями, трудами творчества. Вообще, он был человеком на все руки, и все, что он не делал, ему удавалось. Он был даже зубным врачом в свое время, искусным решительным хирургом, писателем, ученым. Еще в 38-м году 19-го века он был избран членом-корреспондентом Академии наук за сбор коллекций по флоре и фауне Оренбургского края. Между делом написал учебник по зоологии и ботанике. Прекрасно пел, играл на многих музыкальных инструментах, потому что мы видим, что это действительно всестороннее, далекое. Если бы он занялся музыкой, я думаю, уверен, что он бы стал величайшим композитором. Но он, по совету Пушкина, своего друга, занялся словарем. Ну, честь ему и хвала за это. «Надо зацеплять всякое знание, которое встречается на пути», — говорил он. «Никак нельзя считать и сказать вперед, что в жизни вообще пригодится человеку. Когда он вышел в отставку, то, наконец, мог откинуть взором все собранные за полвека сокровища». И испугался. Следующий кадр. Он понял, что кроме него никто не сможет сложить и придать этим наброскам законченный вид. Что если только создать словарь, который будет служить людям, то сможет это сделать только он. А хватит ли оставшейся жизни? Дальше. Достанет ли знание? Ведь он по своему образованию не лингвист. Он написал много литературных произведений, хотя я не считал себя искренним писателем. Он написал пословицы русского народа, написал много статей. Даже по медицине у него есть некоторые публикации. И взяв, взвесив все за и против, он взялся за дело, скромно назвав себя подносчиком при строительстве палат. Передний заднему мост. Как он сам про себя говорил, ставя себя на самое последнее место. Дальше. В последние годы жизни Даль работал в своем домике на пресне. Порой до обмороков работал. Понимая, что времени осталось мало, здоровье не то, годы уже большие. До обмороков он составлял свой словарь. Практически в одиночку он его сделал. По объему чуть ли не вдвое превосходящий словарь, выпущенный коллективом, Академии наук у него получился вдвое выше целого коллектива. Этим словарем люди с благодарностью пользуются вот уже полторы сотни лет. Словарь Даль называют энциклопедией русской народной жизни первой половины XIX века. Из него можно знать, что крестьянин сеял, как строил дом, какие употреблялся их хозяйственные орудия, что носило, какие у него были праздники, обычаи. И не беда, что многие слова, собранные Далем, теперь вовсе не употребляются. Даль так объяснял цель своей работы. Не утверждаю, что будто бы вся народная речь, и даже все слова речи, которые должны быть внесены в образованный русский язык, я утверждаю только, что мы должны изучать простую, прямую русскую речь. Народ усвояет в себе, как все живое, усвояет в себе добрую пищу, претворяет ее свою плоть и кровь. Немногие знают, что Даля и Пушкина объединяет не только большая личная дружба, но и общее представление о великом значении русского языка, который мы сегодня с вами и обсуждаем. Начав с Кирилла и Мефодия, заканчивая Пушкиным и Даля. Общая забота о русском языке была их общей чертой. В музее Владимира Ивановича Даля, что на Большой Грузинской улице при Московском городском отделении ВАПИК открыта экспозиция, посвященная дружбе великих сынов нашего Отечества. Александра Сергеевича Пушкина и Владимира Ивановича Даля. Экспозиция приурочена двум значительным елейным датам. Это 200-летие со дня рождения Пушкина. Это была статья написана еще 20 лет назад. Немножко устарела, но все же интересно. Гоголь писал о Пушкине, что это признанный гений. Слава и гордость России Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии, в каком он может быть явиться через 200 лет. А далее в великом лексикографе, знаменитом создателе толкового словаря, этнографе, Белинский говорил, к особенностям Владимира Ивановича Даля в его любви к Руси принадлежит то, что он любит его в корню, в самом стержне, в ее основании, что он любит простого русского человека. Как хорошо он знает его натуру. Он умеет мыслить его головой, видеть его глазами, говорить его языком. Еще в годы своей службы, на чиновничьей службе, он специально перевелся с понижением в губернию из Петербурга, чтобы быть поближе к простому народу, чтобы легче было, удобнее собирать свой словарь. Дальше. Даль сам обозначил время своего знакомства с Пушкиным. Это было в конце сентября или в начале октября... Это было в конце сентября или в начале октября 1832 года, когда я по окончании турецко-польских походов приехал в столицу, напечатал первые свои опыты, издал сборник «Русские сказки». Это была первая публикация Дали. Этот сборник принес Дарию известность как писателя. В сказках писатель ставил себе задачу познакомить земляков со своим родным русским языком, с говором, в котором открывался широкий простор русской сказки. А Жуковский, который был под впечатлением в собрании сказок Дарь, вступившего на литературное куплище, отзывчиво обещался ехать вместе с ним к Пушкину. И до визит все откладывалось. Не желая дальше медлить, Дарь взял свой сборник и сам пошел представиться именитому Пушкину. Дарь впоследствии отмечал великолепный московский говор Пушкина. Пушкин, открывая книгу, сначала до конца, где придется, и радостно посмеиваясь, перебирал слух нанизанной Дарьем ожерельки из чудесных слов и пословиц, поговорок и мелких образных словечек. Например, что за роскошь, тот же смысл, такой толст в каждой поговорке нашей восклицал он. Издатель русского архива Бартинев пишет позже со слов Дарья, что Пушкин постоянно интересовался русским народным языком, высоко оценивал собранные Дарьем сокровища русской народной речи. За составление своего знаменитого словаря он принялся до настояния именно Пушкина, как я уже говорил. Любовь к русскому живому слову стала их основой, их прочной искренней дружбы между этими великими людьми. Новая встреча произошла уже через год. В 1933 году, 8 сентября, когда Пушкин приехал вдалеку Оренбургскую губернию для обследования и изучения исторических мест восстания Емельяна Пугачева перед своим новым трудом. В поездке его сопровождал Дарь, чиновник особых поручений при Оренбургском военном генерал-губернаторе Петровскому. Внимая степным ветрам, в течение пяти дней в живой дружеской беседе они объезжали в вот эти исторические места. Современники вспоминали их общение, Дарь и Пушкина, что подчеркивали, что у них живой лексикон. Дарь показывал Пушкину места восстания, например, помогал встречаться, налаживать беседу с нужными людьми. Посетили Берскую станицу, место пребывания Пугачева во время осады Оренбурга. Встречались 75-летний казачка Гунтовой и многими другими, помнившими еще тогда восстание Пугачева. Пугачев, указывал их, заносил в записную книжку, их рассказы, понравившиеся ему образные речи. Дарь также делал пометки параллельно для своего словаря. Те же слова и поговорки, и пословицы и песни. Ну, в 1933 году они были вынуждены расстаться 23 сентября с Пушкиным, спешившим тогда полдином. Дарь продолжает тогда служить в Оренбургске чиновникам. А сверх своих литературных занятий Дарь занимается изучением края, естественных историй. Они с дружбы с Пушкиным не обрываются. Дарь выступает на стороне Пушкина при создании им современника, журнала «Современник», отстаивая передовое художественное и эстетическое направление журнала. «Чувство питания всеми нами должно воспламенять каждого из нас благородному соревнованию на почве полезного и изящного», пишет Дарь в одной из своих статей для современника. И когда в начале уже 1936 года Пушкин получил разрешение издать 4 тома статей чисто литературных, это и будет, собственно, сам современник. Дарь отзовется радостно. Ну, да, конечно, дошли благородные слухи до степеней, которые глухие и сухие. Позже, через 2-3 года, Дарь с крепятным вниманием прочтет созданную Пушкиным историю Пугачева и капитанскую дочку, которые созданы при его, так сказать, непосредственном участии и совете. И, разумеется, узнает те знакомые места, которые не с Пушкиным тогда в 1933 году проезжали. И снова встреча с Пушкиным. В первой половине декабря 1936-го опять в Оренбургский военный губернатор и его подчиненный Дарь пребывают по служебным делам в Петербург. Дарь и Пушкин встречались вообще несколько раз с тех пор. Одной встречи, известно доподлинно, за несколько дней до дуэли Пушкина с Дандесом услышал о Дарье, что шкурка, которую ежегодно сбрасывает в себя змея, называется по-русски «выползена». Пушкину понравилось это слово, и наш великий поэт среди шуток с грустью сказал Дарью, да вот, мы пишем, зовемся тоже писателями, половины русских слов не знаем. в другой день Пушкин пришел к Дарью в своем новом сюртуке. «Ну как к вам новая моя выползена?» сказал Пушкин, смеясь своим веселым, звучным, искренним смехом. «Ну, из этой самой выползены я не скоро выползу, в этой выползении я такое напишу». Дарья отозвались в памяти. «Ого, увидите, я еще многое сделаю». Дарья узнается о состоявшемся 27 января 1937 года дуэли и смертельной ранней Пушкина. Спешит к своему другу дом на набережной Моки, где и последняя встреча состоялась, и где прошли те последние 46 часов смертельно раненого человека, знающему, что надежды на исцеление нет. У Пушкина Дарья уже, Пушкина Дарья находит уже в парадной зале, в толпе ближайших людей находит Жуковского, Вязинского, Адарьевского. В кабинете раненого Пушкина много врачей. И Дарья остался с поэтом, не покинул его до его последнего часа. Великого часа муки и мужества. И Дарья ухаживал за Пушкиным как врач, давал лекарства, прикладывал лед в голове, ставил припарки на вопрос Пушкина Дарья. «Скажи мне правду, скоро ли я урок?» А Дарья отвечал, «Мы за тебя пенсия». Пушкин пожал руку Дарья и сказал, «Ну, спасибо». Александр Иванович Тургенев, тоже человек очень близкий к Пушкину, именно он повезет гроб с телом поэта на Святые Горы, тут же в соседней комнате напишет, «Друг его и доктор Дарь облегчал последние минуты нашего поэта». 29-го в 2 часа 45 минут пополудни Александр Сергеевич Пушкин скончался. В литературных прибавлениях к журналу «Русский инвалид» появилось известное горестное объявление князя Адаевского в травмный рампе. Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался во цвете лет середины своего великого помощи. «Русский инвалиды». Ну, а вот мы услышали несколько таких страниц про этих великих людей и про Александра Сергеевича Пушкина, на самом деле того инициатора создания нашего великого словаря Толкового Дарина. Узнали про кратную историю дружбы с Владимиром Ивановичем Дарин. Большой труд Дарин был оценен и отмечен научной общественностью. Во-первых, так как талантливый писатель, в словарь на работе Дарин подошел как истинный художник. Опять же, повторюсь, если бы он был художником, он бы был великим человеком. И вот он как художник написал слова статьи написанные так живо и увлекательнее, что многие из них воспринимаются как художественные миниатюры. Например, могу посоветовать из словаря Даря следующие слова, как иллюстрация своих слов, как художественные миниатюры. Жизнь, животное, барка, круг, окно, обезьяна. Вот эти те немногие слова, которые действительно можно интересно почитать, прикоснуться к живому языку Владимира Ивановича Даря. Его труд по созданию словаря был отмечен общественностью. За создание словаря Российская Академия наук присудила автору на Ломоносовскую премию в 69-м году, Географическое общество Золотой медаль в 62-м, Дербский университет премию за успехи в области языка знания в 70-м. Дарь был избран почетным академиком в 68-м. Конечно, в настоящее время этот словарь не может быть использован как справочник по современному уже русскому языку, так как отражать состояние языка вообще уже даже позапрошлого века, 19-го, является прежде всего диалектным словарем. К тому же он не свободен от некоторых вообще ошибок и неточностей, что вызвано лингвистическими взглядами автора. Например, сюда относятся написание отдельных слов, объяснение происхождения и интимологии этих слов, грамматические пометки, замена иноязычных слов русскими эквивалентами, иногда создаваемые самим Дарем собственноручно, распределение слов по гнездам внутри гнезд и так далее. Но без сомнения, ценность словаря Даря не померкнет со временем, к нему постоянно обращаются специалисты, языковеды, историки, этнограф, фракуаристы, писатели. Он используется как источник при создании новых диалектных словарей и с ним сверяются, читая, изучая литературу 19-го века. Словарь Даря это неисчерпаемая сокровищница всех тех, кто интересуется историей русского народа, его культурой, его языком. Вот такие примеры мы сегодня кратко с вами осмотрели, тем самым я вас еще раз подталкиваю почитать этот замечательнейший источник в литературе 19-го века и прийти в библиотеку и ознакомиться с теми словами, которые действительно являются вот такими хорошими литературными произведениями. Еще раз их повторю. Изба, животное, жизнь, бар, круг, окно, обезьяны. Если вы интересуетесь, вы можете еще найти многие другие интересные слова и выражения. Вообще, самое главное сейчас в современном мире это хранить наше русское слово, потому что именно через слово воспитывается подрастающее поколение людей. Именно русским словом сохраняется наша культура, так же, как и сохраняли ее такие самоотверженные труженики, как Александр Сергеевич Пушкин, как Владимир Иванович Дарьев, как многие-многие другие лексикографы, о которых мы еще с вами, я думаю, потом, позже поговорим, как те люди, которые положили свой труд в основании русской словесности, продолжили дело Владимира Ивановича, Дарья, конечно, нельзя среди них не помянуть самого, можно сказать, большого глыбу такую нашего русской словистики и лексикологии, это, конечно, Олег Николаевич Трубачев, наш долгопрудненский житель, который написал огромное количество книг, литературы по лексикографии, которые тоже можно почитать, но сегодня речь не о нем, а о наших лексикографах 19 века, в первую очередь, Владимира Ивановича Дарья, самоотверженные друженики, ученым, гениальнейшим человеке в любой области, в которой он касался, то, что медицина, писательство, наука, художество, творчество. Ну вот, все, что я вам хотел сегодня сказать. спасибо. Спасибо. Спасибо за помощь в организации сегодняшнего мероприятия. И вот вам небольшой такой наш литер. Продолжаем наш сегодняшний вечер. Конечно, в один вечер, полтора-два часа, сложно уложить тот объем лучших образцов русской классики, русской словесности. И поэтому мы такими крупными мазками приближаемся уже к произведениям 18-19 века. И, подходя к этому периоду, напоминаю, что сегодня мы с вами еще совершим обзор по выставке иллюстрации Глазунова. Нельзя не сказать о том, что, в общем-то, наша культура, наша литературная тема, они довольно многогранны. Но особой строкой выделяется тема женщины. Роль женщины в жизни государства, роль женщины в семье, потому что не всегда женская участь, женская доля выражается только участие в балах, в таких прекрасных платьях среди очаровательных юнкеров с Ленкой Шампанской и так далее. Это были такие варианты исключительные. О роли женщин в истории нашей страны, об образах женщин в нашей литературе нам помогут сейчас рассказать наши следующие гости артисты коллокровцев коллокровцев диагноз города. Я с большим удовольствием приглашаю артисту, актрису от образа великой русской женщины. Образ женщины во все веках вдохновлял поэтов, художников, певцов, композитов и даже членов. Но нужно отметить, что именно русские женщины до сих пор служат каталоном красоты, высокой нравственности, любви и самопожертвования. Разные женщины, разные судьбы, разные образы представлены на страницах художественной литературы, публицистики, в живописи, скульптуре и, конечно же, на киноэкране. Образ женщины реальной и созданной воображением дворца можно обнаружить во всех жанрах и видах художественного творчества, от фольклора до самых современных проявлений культурной мысли. По мнению Бугакова, всякий подверг художник есть воистину рыцарь прекрасной дамы. Русская женщина это идеал, освященный православием, навеянным Пушкиным, Толстому, Тургельевым, Достоевским, Розановым. И в частности Василий Розанов писал, как героизм мужчине, конечно, есть добродетель, так главный добродетель женщины, семьянинки и домоведки, матери и жене есть и ждячество манер, миловидность, другое, чем красота лица, рост небольшой, но округлый, сложение тела нежное, мугловатое, ум проникновенно сладкий, душа добрая и ласковая. Это те, которых помнят, те, которые нужны человеку, обществу, нации, те, которые угодны Богу и которых Бог издал для продолжения поддержания любимого своего рода человеческого. русские женщины, пусть пройденный ими путь труден и благороден, и не одно поколение испытывало чувство благоговейного изумления и преклонения перед русской женщиной. Николай Некрасов так говорил о русской женщине. Есть женщины в русских селениях с покойной важностью лиц, с красивой силой в движении, с походкой, со взглядом цариц, их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит, пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем одарит. Идут они той же дорогой, какой весь народ наш идет, но грязь обстановки убогой к ним словно не липнет. Цветет красавица, мирно диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красиво, как всякой работе лапка, и волк, и холод выносит, всегда терпеливо равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова к окна, платок у нее на ухо сбился, того, глядя, косы водой, какой-то паренек излопчился и кверху подбросил их шут. Тяжелые усы и косы упали на смуглую грудь, покрыли ей ноженьки босы, мешают крестьянке взглянуть. Она взяла их руками, на парня сердито глядит, лицо величало, как в раме, смущением и гневом горит. Попутню не любят бездельных, зато вам ее не узнать, когда сгонит улыбка веселье с лица трудовую печать. Такого сердечного смеха и песни, и пляски такой за деньги не купишь у теха, твердят мальчики меж собой. В игре ее ком не словит, в беде не собреет, спасет, коня на скаку остановит, в горячую избу взойдет. Красивые ровные зубы, что крупные первые у ней, но строго румяные губы хранят их в красот людей. Она улыбается редко, ей некогда лясы точить, у ней не решится соседка ухвата горшка попросить. Не жалок ей нищу боги, вольно ж без работы гулять, лежит на ней дельности строгой и внутренней силы печать. В ней ясно и крепко сознание, что все их спасение в труде, и труд ей несет воздаяние, семейство не бьется в нужде. Всегда у них теплая хата, хлеб выпечен, вкусен квасок, здоровые и сытые ребята, на праздник есть лишний кусок. Идет эта баба к обедни пред всей семьей впереди, сидит как на стуле двухлетний ребенок у ней на груди, редком шестилетнего сына нарядная матка ведет, и по сердцу эта картина, все любящие русский народ. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Продолжение следует...